В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте! В ближайшие 20 минут говорим о жизни в самом красивом ее проявлении. Отсутствие идей, как разнообразить свой стиль – симптом того, что пора ознакомиться с тенденциями наступающего сезона. В нашем обзоре – остро актуальные укладки, стрижки, маникюр и мейкап. Индустрия красоты не стоит на месте и постоянно появляются какие-то новые бьюти-гаджеты. И я хочу рассказать о такой новинке – это щипцы Марселя, которые эксклюзивно представлены именно в нашем салоне. Широкое распространение щипцы для завивки авторство парикмахера Марселя Грато получили еще в конце 19 века. Позже этот прибор обосновался в Голливуде и лишь недавно стал использоваться вне съемочных площадок. В настоящий момент его наличием могут похвастаться лишь три салона в России. Эти щипцы настолько уникальны, с ними можно более 100 различных форм, текстур, объемов, локонов, волн и всего прочего делать, если клиентка любит именно играть с различными текстурами. Ретро-дизайн печи Марселя, воссозданный по эскизам позапрошлого века и лишь немного модернизированный, становится украшением современного салона. Индикатор нагрева определяет нужную температуру. Щипцы, например, перегрелись, есть такой элемент шелка, когда они крутятся для того, чтобы понедить температуру. Это очень привлекает. Что самое интересное, с помощью этих щипцов волосы приобретают очень большой объем. И этот объем держится до пяти дней. Стилист Наталья Волкова в рамках креативной недели в Москве познакомилась с коллекциями причесок от ведущих арт-директоров со всех четырех континентов планеты. Это стилисты из Англии, Америки, Австралии и Японии. В итоге определили две основных тенденции развития парикмахерской моды. Основной стиль этого сезона – ноу-гендер. Стиль ноу-гендер стирает все гендерные стереотипы при выборе одежды, прически. Вторая тенденция – звучит как «effortless», что означает «без усилий». Небрежные укладки на скорую руку. Стрижка для этого стиля подбирается индивидуально. Она должна быть очень простой в исполнении и одновременно очень модной. Она не должна требовать особых усилий в повседневной жизни. Прямые и плотные челки на мировых подиумах заявлены были еще прошлой зимой. На сегодняшний день они начинают появляться на наших модницах. В мужских вариантах макротренды, менее разнообразные на первый взгляд, все же имеют ряд существенных отличий. Стилисты школы Видал Сосун и Тони Энгай предлагают три направления мужских стрижек в стиле фейт, помпадур и боковой пробор. Итак, фейт предполагает короткую височно-боковую зону и контрастную ей длину макушки. Элегантный стиль помпадур характеризует гладко зачесанные виски и объемная челка. Идея бокового пробора, простриженного с помощью бритвы, это ультрамодное решение для консерваторов. А также в этом сезоне актуальны хайр-тату. Это выстригание узоров на волосах. В макияже наступающего сезона сдали свои позиции нежные бесцветные оттенки, уступив место ярким и драматическим. Опять акцент на губы на яркие, но винный акцент остается в моде, но смещается в сторону баклажана. И если баклажан делать на день, то нужно очень хорошо укладывать тон, чтобы быть свежим. Глаза мы сделали вечерний вариант. Всевозможные опять переливы баклажаны, тоже винного цвета, и очень красиво баклажан смотрится с изумрудом. Шиммеры, хайлайтеры и стробинги – косметические продукты, которые обеспечивают сияние кожи. Это еще один непроходящий тренд. А если вы идете на вечер или в ресторан, где глухой свет, то шиммер очень освежает. В направлении нейл стайлинга прослеживается сразу несколько тенденций. Шеби-шик в зимнем варианте представляет собой миниатюрная, но весьма заметная кутикула тату. Флэш-тату сместились ближе к ногтям. Можно любой маникюр украсить тату. Пусть это будут яркие ногти, которые красиво оформленные. Не нужно бояться таких красок. Продолжая тему цвета, стоит отметить две идеи, которые предложили дизайнеры эко-стиля Кюрбазар. Это два новых оттенка. Это шафран и липстик. Липстик – это новый красный, шафран – такой приятный желтый цвет. Этим креатив нейл стилистов не ограничивается. Еще один хит сезона – вязанный маникюр. Имитация объемных коз теплого джемпера. Это может быть любой оттенок. Это либо насыщенные яркие, либо более приглушенные такие эко-цвета. В принципе, разнообразить даже при одном покрытии, сочетать несколько оттенков цвета и будет очень эффектно. Все процессы в моде, как известно, закономерны. И если кому-то они показались сиюминутными или просто прихотью бьюти-индустрии, по всей видимости, просто не уследили за их развитием в прошлых сезонах. А вообще, человек наблюдательный и чуткий просто не может им не соответствовать. Понятие «хорошего вкуса» чаще всего ассоциируют с манерой одеваться. Однако эстетический подход к стилю жизни состоит также из предметов, которыми человек себя окружает. Два года назад в Челябинске появился этот салон текстиля и интерьерных решений для дома, благодаря чему взыскательных людей в нашем городе стало гораздо больше. Обычно люди приходят, они не ориентируются, как создается ткань, что такое сатин. И в основном разговаривают продавцы-консультанты. Потом, когда эта информация уляжется у человека в голове, он уже начинает говорить «Мне, пожалуйста, только сатин и только не меньше двухста тиси». Я думаю, что мы, наверное, не воспитывали, мы просто давали какие-то новые знания. А потом просто люди понимали, что они не могут без этого и приходили к нам снова и снова. С Яной мы на самом деле познакомились на мастер-классе. То есть, благодаря тому, что она рассказывала, я поняла, что действительно сон занимает очень важную роль в нашей жизни, что нужно относиться серьезно к этим вещам, что выбирать качественное белье, качественные красивые вещи. Важно то, что это все дополняется красивыми аксессуарами. Очень приятно и комфортно иметь дело с такими людьми. Для меня конкретно было открытие – это одеяло, двухсторонние вещи, которые не найдете в другом каком-то салоне. И, безусловно, это красота Прованса, которая в нашем городе и бывает и зимой, и летом, и весной благодаря вот этому салону. Вечер, посвященный дню рождения салона, стал не просто красивым, но еще и невероятно душевным. Мастер-класс по изготовлению «Арома Саше» доставил большое эстетическое удовольствие. Когда своими руками, это всегда очень интересно, очень душевно. Всегда ты душу вкладываешь. Идея возникла у нас с Яной вместе, чтобы опять же, ну, как-то нас объединить всех. Сами заметили, что все это прошло на ура и с улыбками. Яна как человек олицетворения не только красоты и высокого восприятия бытия дома, но и человек, который несет радость людям в домашней обстановке. Здесь такой вот действительно женский клуб, по интересам люди собираются. Те, кто любит себя уютом, домашним комфортом окружать. Здесь у всех есть свои какие-то моменты, мы их обсуждаем и понимаем, что тема-то она одна, дом и уют, любовь. В современном мире, где все стремительно меняется, не всегда есть время подумать о вечных ценностях. Но как бы ни была занята на работе современная женщина, мысли о доме ее не оставляют. Новогодние подарки в салоне домашнего текстиля Тогас. Ждем вас на «Братьев Кошириных» 159. Деларейн. Косметология, бьюти-услуги, массажи и физиотерапия. Салон красоты «Испа-центр Деларейн». «Братьев Кошириных» 154. В салоне Максимода не по-зимнему яркие краски, дух Франции и вещи, создающие настроение. Наряд – это индивидуальность, стиль, выражение, эмоции. Каждая модница найдет для себя что-то особенное. Любите быть не как всем? Тогда ждем вас на Пушкина 60 в салоне Максимода. Чтобы соответствовать строгим требованиям сегодняшнего дня, большинство женщин, да и многие мужчины, ходят в спортзалы, медико-косметологические центры, салоны красоты и спа. Посещение всех этих мест требует немало времени. Именно поэтому в городе разработан более интересный формат, получивший название «Бьюти-уикенд». «Бьюти-уикенд» – это полноценная двухдневная программа в среднем, которая помимо проживания и питания включает в себя примерно 10 процедур разной направленности. Елена Адольфовна, а что вы можете мне предложить из процедур в течение этих двух дней? В путевку выходного дня у нас входит достаточно большое количество процедур, начиная от уходов до лечебных. И вы вправе выбрать то, что вам на данный момент нужно. Я могу вам посоветовать. Каждый человек в данных «Бьюти-уикенд», в данных пакетах, найдет что-то интересное и привлекательное для себя за короткое время. У него есть возможность никуда не торопиться, отдохнуть, провести ночь в комфортабельном номере, под присмотром специалистов, что тоже немаловажно для некоторых процедур. И третья – возможность психоэмоциональной разгрузки, то есть сменить обстановку, переключиться, что очень важно в наших современных условиях, особенно в городской среде. Программа «Бьюти-уикенда» может быть самой разнообразной. В арсенале центра – ВИП, уходы за лицом и телом, аппаратная косметология, парикмахер-стилист, спа-маникюр, акваэробика, сауна, оздоровительные процедуры. Расписание уикенда и порядок мероприятий определяется совместно со специалистом, чтобы максимально эффективно провести эти два дня. Формат выходного дня запустили совсем недавно, но у него уже появились первые поклонники. Специалисты парикмахерского направления готовы выполнить как уходовые процедуры для волос, так и стрижки с укладками, чтобы клиенты могли сразу после выходного дня отправиться на запланированное мероприятие. За два дня я насладилась и провела чудесные дни. Было очень комфортно, был итог, которым я довольна. Самое основное – то, что за эти два дня можно сделать все то, что я не могу себе позволить за целую неделю. Что касается фитнес-программ, это могут быть аэробные нагрузки, йога, пилатес, танцевальные занятия, дыхательная гимнастика и, конечно же, аэробика. До недавнего времени сменить обстановку, не уезжая далеко, можно было лишь отправившись за город на природу. Но теперь этот список пополнился еще одной идеей – программой выходного дня. Бьюти-уикенд для тех, кто следит за собой, кто хочет выглядеть моложе и ощущать себя здоровым. Новый год Новый год сложно себе представить без обновок. Их требует душа, к ним призывают обстоятельства. Прежде всего, это многочисленные встречи и вечеринки, где нужно выглядеть на все сто. Универсальный вариант – маленькое черное платье. Еще никогда никого не подводило. Кстати, модель свободного кроя можно также носить и в качестве туники. Платье оттенка Royal Blue яркого и вместе с тем элегантного. Одинаково хорошо и блондинкам, и шатенкам, и темненьким. Цветочные принты, актуальные именно в осенне-зимнем сезоне, можно подавать самъемным джемпером. Сочетание шифона с теплым трикотажем, пусть и не совсем практично, зато довольно остро. Платье в стиле 60-х с круглым воротничком. В сочетании с макияжем и укладкой свой первый выход может быть представлено как нарядное, затем переведено в категорию casual. Вечерний образ – это не обязательно платье. Юбка в пол с блестящим или кружевным топом также справится с задачей наряда на выход. После того, как все луки для всех вечеринок уже выбраны, можно присмотреть и что-нибудь для долгих каникул. Ведь повседневный гардероб в новом году также потребует обновления. В старину посещение ярмарки было настоящим событием. Музыканты, гадалки, скоморохи, купцы с многообразием товаров, а также новостями со всего света. Словом, ярмарка была и развлечением, и местом общения, и, конечно же, возможностью выгодных покупок. В наше время ярмарочную культуру в себе несут торгово-развлекательные комплексы, где в преддверии крупных праздников всегда многолюдно. Ну, конечно, я уже ходил несколько раз, покупал всякие штучки интересные. Самому себе подарки не принято дарить. Но если мне что-нибудь понравится, я обязательно это возьму. Мы любим с внуком гулять в алмазе. А еще мы любим получать подарки от папы в детском мире. Подарки, они такие же разные, как человеческие характеры. Практичные, эмоциональные, материальные. Они способны выражать и выражают самые разные чувства. Любовь, заботу, привязанность, дружбу, благодарность и так далее. И чтобы не ошибиться с выбором, рассмотреть необходимо как можно больше вариантов. Летом и зимой много ездят в отпуска. Но зимой намного выгоднее купить чемодан, приготовиться к лету. Но особенно у нас пользуются спросом клатчи, корпоративом, новогодним и торжеством. Ну, в основном это блестящие, черные. Сейчас у нас такое время, когда люди находят себя в творчестве. Тем более сейчас зима, люди очень много проводят времени дома вечером. И они могут найти свободное время для своего увлечения. В качестве подарков особенной популярностью у нас пользуются швейные машины, шкатулки для рукоделия, пряжа, товары для скрапбукинга, декупажа, наборы для вышивки. Источником информации, что дарить, может стать и пример других покупателей. Именно поэтому мы и выясняем, кто о чем мечтает и что покупает в качестве сюрприза близким. Я бы, например, хотела получить в подарок, скажем, какое-то ювелирное украшение, например, кольцо или цепочку. Подарить? Ну, я даже не знаю, это смотря кому что нравится. Тут выбор большой. Ну, детям, например, мы сейчас смотрим машинку. Друзьям я бы хотела подарить, ну, была такая как бы идея, чтобы подарить чехлы для айфона. Либо что-то косметика, ну, какая-нибудь такая профессиональная. Предновогодняя суета обязательно компенсируется отдыхом и размеренностью января. Ну, а пока все же стоит приложить усилия и с душой подойти к этой хоть и формальной, но все-таки такой душевной традиции, как подарки. Клуб красоты и здоровья АПИ предлагает программу выходного дня. Проживание в комфортабельных номерах. Фитнес, косметология, лечебные процедуры, бассейн, сауна. Маленький отпуск в центре города подарит настроение и отличный внешний вид. С магазином «Польская одежда» так легко создавать новые образы и выглядеть безупречно каждый день. «Польская одежда» на Сони Кривой 30. Новый ТРЦ «Алмаз». Просторные галереи. Много брендов. Еще больше выбора. Твои любимые магазины. Наше место. Встречайся в Алмазе. Только в декабре в салоне «Тайвай» при покупке подарочного сертификата второй такого же номинала в подарок. Территория тайского СПА. Российская 206. 223-23-20. Тайвай Юрий één . Тайвай Юрий plano. Юрий по. Юрий ко. Юрий пух forward. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Стилисты проекта Модный дом Я Имидж студия Елены Ивановой Дизайн аксессуаров Ольга Трофимчук Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok